Допустим ли для православного человека развод по причине, которая в советское время формулировалась, как не сошлись характерами? Нет, развод недопустим. В канонической практике и сборниках канонов есть прописаны причины для развода, которые связаны с очень серьёзными грехами или психическими болезнями, которые фактически делают брак недействительным. И если кто-то из супругов, например, попал в тюрьму на много-много лет, заболел психически, что стал неспособен к семейной жизни, совершил какое-то тяжёлое преступление, скажем, сделанный аборт в браке без согласия мужа – это причина для развода, страшный грех полюбодеяния, супружеская измена, отход от православия, вероотступничество и так далее. Вот такие грехи являются причиной для расторжения брака. А вот не сошлись характерами – это значит, отнеслись к браку недобросовестно, несерьёзно, безответственно. То есть, период, когда надо было узнавать друг друга, провеселились, пропорхали в каких-нибудь весёлых вечеринках, разговорах, встречах. То есть, не узнали глубину, не узнали внутренний мир человека, не узнали семью, родителей, не проговорили главные темы. Поэтому, когда началась семейная жизнь, вот эти все проблемы, которые подытожили под один знаменатель, не сошлись характерами, они стали причиной того, что семья распалась. Поэтому характер, как говорится, не лечится, это да. Поэтому, если девушка общалась с парнем, у которого вспыльчивый характер, или молодой человек дружил с девчонкой, у которой склонность к одиночеству, которая такая молчунья, грустяшка, или стесняшка, как говорят, серая мышка, ну, значит, у него такой характер, такой депрессивный характер, или характер вспыльчивый. Ну, что вы хотели? Надо было здесь смотреть в оба, советоваться, ещё продолжить общение, потому что часто поспешность бывает причиной некрепких браков. Время – это лучший учитель. Когда люди, молодые люди, общаются там полтора года, или два года, то всё-таки за это время, ну, маловероятно, что что-то будет скрыто, и что-то не увидится. Если это молодые ещё совсем люди, нужно обязательно спрашивать родителей, нужно обязательно спрашивать старших. Девушка особенно должна, если она, допустим, без отца растёт, должна обязательно обращаться к мужчине, чтобы мужской взгляд на её друга, на её жениха, сказал ей своё мнение. Это может быть, например, дедушка, или старший брат, или дядя, даже священник. Вот мы, допустим, мужчины, видим мужчин как бы в своём таком ракурсе, да. Женщина, допустим, взрослая, она увидит в девушке то, что никогда парень не увидит. И многие такие манипулятивные средства, как пустить слезу, обидеться, поджать губки, замолчать. Для нас, мужчин, кажется, что это что-то, на что надо серьёзно реагировать. А на самом деле это может просто средство манипуляции, средство влиять на решение, на какие-то там вопросы в свою сторону. Поэтому ещё раз повторю, что нужно к вопросу вступления в брак подойти ответственно и не спешить никуда. Понимать, что это один единственный раз нужно сделать этот выбор и с одним человеком прожить всю жизнь. Один раз на всю жизнь. Вот такой христианский взгляд. Готов ты всю жизнь её терпеть, о ней заботиться, её любить, её беречь, сделать её матерью своих детей, детей этих воспитать. Вот всё вот это вместе надо сложить каждому, и девочке, и мальчику, и серьёзно сказать, да, я готов. А если ты скажешь, не-не-нет, я пока что-то, мне это не хочется, всё, мне это трудно, мне вот с ней интересно там потанцевать или где-нибудь в Макдональдсе посидеть, ну, значит, ни о каком браке речи быть не может. Значит, надо просто дружить, надо общаться без греха, без сожительства, и взрослеть, и принимать решения, чтобы не было потом вот этих вот наивных и таких очень безответственных, очень страшных слов, что мы развелись, потому что не сошлись характерами. Характерем надо сойтись, тогда брак будет крепкий. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok